привет меня зовут влада казачище и сегодняшнем видео я хочу тебе показать как я из себя делаю вандер вумен уху так что приятного просмотра для начала я делаю несколько технических моментов таких как одевание парика так что это ты можешь наверное пропустить по правде говоря я фанате от вандер вумен где-то с 10 класса в то время как раз купила себе этот костюм с этой повязкой и я вот где-то лет так шесть ждала наконец выхода фильма чудо-женщина так что для меня это послужило очень хорошей мотивацией все-таки сделать этот образ и показать его вам тональный крем я уже нанесла перед видео так что теперь беру карандаш для бровей и прорисовываю свою форму бровей кстати взяла немножко на тон темнее чем обычно для того чтобы он подходил под цвет парика все продукты как обычно найдете в описании под видео затем по уже проработанной схеме беру консилер и выделяю самые светлые участки лица для того чтобы они были более выразительными беру более твердый консилер мак и выделяю форму брови точнее скрываю все недостатки которые у меня остались после карандаша бесцветной рассыпчатой пудрой прохожусь по всему лицу для того чтобы она не блестела очень часто для скульптурирования я использую обычные тени потому что их можно выбрать любого цвета как в данном случае я взяла тени от essence и моей скулы теперь гораздо темнее чем обычно для скульптурирования носа я беру более правдоподобный оттенок для того чтобы это выглядело по-настоящему и скульптрирую нос так как мне нравится ну а теперь хайлайтер и наши светлые участки лица все как всегда теперь беру основу для теней для того чтобы тени не рассыпались не разбегались и остались на своем месте рисую стрелки своей любимой подводкой маркером от nyx epic incliner рисую также нижнюю слизистую для того чтобы глаз был более выразительным рисую Теперь прохожусь тенями серого цвета внизу под глазом, а также над глазом, для того, чтобы немножко его подчеркнуть таким образом. Беру белые тени и наношу их на уголок глаза. Для того, чтобы глаза были еще более выразительными, можно пройтись под водкой не только по слизистой, но и по ресничному ряду. Прокрашиваем хорошенько тушью ресницы, но еще лучше, если у вас есть накладные. Теперь губы. Конечно же, я начинаю с карандаша для того, чтобы не промазать формой. И я решила, что они будут красными, хоть и героини фильма, они были бесцветными, но я делаю больше героиню комиксов, а там она была, конечно же, с красными губами. И закрашиваю губы ярко-красным матовым блеском для губ. Также корректором от мак я прохожусь по контуру губ, для того, чтобы они были еще более четкими. И на этом этапе можно было бы остановиться, но я сочла, что это будет сильно скучно, поэтому теперь начинается все самое интересное. Беру подводку и прорисовываю контуры персонажа комикса. Подчеркиваю нос, брови, лицо, губы и все, что только можно. Самое приятное в этом то, что линии не обязательно должны быть четкими, они должны быть нарисованными, как в комиксе. Поэтому, если вы рисуете нечетко, в этом нет ничего страшного. Лично для меня было самым сложным нарисовать блик на губе, так как он постоянно смазывался с помадой, и я решила сделать его нечетким, таким как настоящий. А затем я прорисовала также уголки глаз белым цветом, для того, чтобы глаза были тоже прорисованы, как в комиксе. Субтитры сделал DimaTorzok Для того, чтобы селфи получилось идеальным, нужно не забывать также про шею и ключицы. Ну вот, что у меня получилось. Надеюсь, что вам понравилось это видео, и вы попробуете сделать такого же у себя дома. Если это так, то ставьте палец сверху этому видео, подписывайтесь на канал, и я буду радовать вас подобным видео все чаще и чаще. Спасибо вам большое еще раз. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok